Друзья, всем привет! Меня зовут Николай и сегодня вы получите очередную порцию полезных советов по ремонту. Сегодня я пойму тему штукатурки, расскажу вам немножко о технологии, расскажу как она делается, как ее проверять и самое главное, основные принципы, которые вам необходимо знать. Поехали! Итак, начнем с того, что квартиры бывают разные. Что это означает? Ну, давайте разберем. Первое. Квартиры бывают в старом фонде. Это дома советской постройки первые какие-то, старинских времен, это дореволюционные дома, где очень неправильная геометрия, где слои будут очень большие. Это означает, что там штукатурить просто зайти, за штукатурить квартиру не получится. Придется очень много думать, как это сделать. Об этом чуть позже. Также есть вторичка. Вторичка это у нас панельные дома, хрущевки, дома построенные в 90-е годы. Там уже что-то более-менее ровное у нас, то есть слои не такие большие, и там действительно реально сделать штукатурку по маякам сразу же во всей квартире с прямыми углами. И есть новостройки. Новостройки строят у нас более-менее в плане геометрии, и все-таки слоев там 10 см обычно не бывает. И, как правило, в монолитных домах уже геометрия более-менее соблюдена. Остается только ее выровнять, и слои там достигают максимум 3-4 см, и то крайне редко. Обычно это слой не больше 2 см. И я вам сразу же хочу сказать, что в современном ремонте без штукатурки по маякам просто не обойтись. И если сначала люди дошли до уровня, что надо стены по маякам делать, чтобы была ровная плоскость, то сейчас уже в современном ремонте надо делать не только ровную плоскость, надо в квартире сделать все углы 90 градусов. Все стены должны у вас быть параллельны, да, либо перпендикулярны. Потому что штукатурка – это самая основа, это капитальные работы. Потом на эти стены вы будете шпаклевать, клеить обои, вкладывать деньги в эти стены. И если изначально вы штукатурку нормально не сделаете, результат будет не тот, который бы вам хотелось. И даже если вы, когда сделана штукатурка, не видите, что она кривая, когда вы уже начнете подводить напольное покрытие к готовой стене и ставить плинтус, плинтуса, натяжные потолки, подрезка плитки, какие-то морковки, начнут выделять вашу неправильную геометрию. Ремонт – это логика. В ремонте работают, и ремонты красивы только тогда, когда в них есть логика и симметрия. И для современного ремонта важна не просто штукатурка, а штукатурка по маякам с прямыми углами. Я уже априори делаю везде только так, в новостройках. Я уже даже не спрашиваю заказчику, надо ему или нет, я просто делаю. И делаю это по той же самой цене, сколько стоит обычная штукатурка. Уже давно штукатурку надо делать машиной. Если у вас однокомнатная квартира, там уже есть 100 квадратов стен, это значит, что можно позвать туда бригаду, которая делает объемы и штукатурит машинкой. Машинная штукатурка. Она в среднем стоит, если заказывать напрямую у подрядчика, 250 рублей квадратный метр. И с ними можно договориться, может они там накинут 30 рублей 50, чтобы они вам сделали все под прямыми углами. В новостройке это не проблема. А теперь я вам расскажу, почему так важны те самые прямые углы. Где это будет у нас выражаться? Смотрите. Например, у вас развернутый угол на кухне. Такое бывает очень часто. На своих технозорах я часто встречаю, что даже компании не думают об этом. Кухня это то место, где всегда должен быть угол 90 градусов. Никак мебельщики вам это не выровнят. Это создаст кучу проблем потом, когда будете делать фартук и все остальное. Вы когда сюда ставите кухню, у вас получается, что вот здесь появляется расстояние. Угол может быть наоборот острый, здесь будет расстояние. Или вы начнете ставить угловую кухню, и у вас вообще непонятно, как все это пойдет. То есть выйдет какая-то фигня. Поэтому, когда вы делаете угол на кухне, он вообще в любой ситуации должен быть четко 90 градусов. Когда вы ставите куда-то шкаф или делаете гардеробную, то же самое. Углы должны быть 90 градусов. Поэтому проще в новостройке. В новостройке проще все сделать углами 90 градусов. Во вторичке надо смотреть, насколько стены кривые. Там, возможно, какие-то стены, например, где окно, где не будет стоять никакой-то мебели, можно оставить острый или развернутый угол. В старом фонде вообще другой подход. В старом фонде могут быть настолько кривые стены, что сначала придется поставить внешкомнатные стены, и потом каждое помещение отдельно выравнивать. Потому что если вы возьмете сразу и всю стену на низкокомнат, когда у вас все снесено, начнете выравнивать, слои могут просто адские. Вы потратите на это кучу денег. И напомню, что большие слои штукатурки, они могут начать растрескиваться и отваливаться. Еще важный момент, который вы должны понимать, где вы потом увидите, если у вас где-то есть внешний угол. Сейчас я его моментрую. У нас с вами где-то есть внешний угол. Например, вот это зона коридора. И здесь у нас, я не знаю, идет зона санузла, как это обычно бывает. Здесь у нас входная дверь, здесь санузел, здесь внешний угол. Вы, предположим, снесли перегородку, это небольшая квартира, снесли перегородку в кухню. Это у вас кухня. И вы вот ходите, у вас единое пространство. И здесь у вас планируется, что у вас будет лежать единым контуром плитка. Там 60 на 60. Вы ее укладываете. Она у вас идет по коридору. Сразу же уходит в кухню, вот таким вот образом. И если у вас вот этот вот угол... Сейчас, как на другой маркет. Если у вас вот этот угол не 90 градусов, если он у вас развернутый или острый, когда вы будете делать прямую раскладку, у вас вот в этом месте, да, вот, например, у вас вот так уходит ровная раскладка плитки, у вас вот здесь вот появятся морковки. Появятся какие-то страшные подрезки, которые будут вас раздражать. Вы входите, это коридор, видовая стена, идет раскладка и уходит морковка куда-то. Или наоборот, здесь плитка у вас будет больше, здесь она станет меньше. Это некрасиво. В современном ремонте уж лучше потратить и выровнять эти 2-3 сантиметра, сделать прямой угол. И об этом надо всегда заранее думать. И предупреждать подрядчику. Потому что, если вы просто договорились на штукатурку, я вам скажу, что в 95% случаев вам просто выровнят плоскость. Если еще смогут нормально выровнять, потому что криворуков очень много. И если вы априори скажете, сделайте мне штукатурку, вам выровнят плоскости просто. По минимуму, чтобы использовать штукатурку. И у них будет оправдание, мы вам меньше материала потратили. Поэтому, когда вы делаете ремонт, вы сразу же предупреждаете подрядчика, что мне нужны все углы 90 градусов. У меня новостройка своей будет небольшая, меня не волнует. Я буду ходить проверять с лазерной рулеткой, с лазерным уровнем. Там, не знаю, уголки прикладывать. Мне важно, чтобы были 90 градусов. Тогда, когда у вас все в стандарте 90 градусов, любая мебель у вас станет очень хорошо. Также, внешние углы важны, углы под кухню важны. Также, угол 90 градусов не реально важен в санузлах. У вас есть какой-то санузел. У вас есть, предположим, какой-то санузел, в котором вы хотите... Предположим, у вас вот здесь дверь. Вы хотите вот сюда поставить ванну. Сюда вы хотите поставить раковину. Здесь у вас, предположим, идет инсталляция. Здесь у вас унитаз. И ниша, стены, где у нас стоит ванна, они вообще должны быть просто идеально сделаны и прямыми углами. Как вы знаете, я всегда рассказываю, что сначала вы ставите ванну к штукатурке, а потом уже начинаете укладывать плитку от ванны, чтобы перекрыть, чтобы у вас получилось вот таким образом. Сейчас покажу. То есть у вас идет штукатурка, вы ставите ванну, вот таким образом она у вас ставится. Вот здесь вот вы делаете много-много силикона, чтобы ничего не протекало. И потом вы начинаете укладывать плитку. И вот здесь обязательно потом делаете силикон. Вот так должна идеальный узел быть. Не как-то наоборот. Потому что если вы сначала штукатурите, потом сделаете плитку, потом начнете ставить ванну, а у многих ванны, если это не литьевой мрамор, закругленные края, и вы когда начнете ставить ванну к плитке, она вот такая закругленная уходит. У вас вот здесь вот полутора-двухсантиметровый слой силикона получится, и вам придется сюда потом ставить какой-то плинтус, который выглядит убого, который будет потом у вас темнеть, и вот это соединение смотрится гораздо лучше. Поверьте, ванны не меняются чаще, чем плитки. Поэтому здесь очень важны прямые углы. Очень важны. Почему? Потому что если прямых углов не будет, вы ванну поставите, и у вас где-то здесь будет щель, когда вы положите плитку, плитка у вас не перекроет вот это закругление ванны, и это будет видно и некрасиво. Еще раз повторюсь, в современном ремонте, если вы делаете штукатурку, вы должны всем сказать, что вы хотите углы в новостройке 90 градусов, потому что 95% подрядчиков об этом не думают. Об этом думаю я, об этом думают другие топовые компании, об этом думают какие-то продвинутые мастера, но обычные компании, особенно ноунейл, или обычные шабашники, об этом не думают. Они хотят как можно быстрее сделать свою работу, они не хотят замешивать больше материала, они возможность экономить вам сделать тонкие слои, но в результате, когда вы будете в такой квартире делать отделку, у вас потом по напольным покрытиям будут морковки, в ванной будет не вставать, будут получаться такие вещи, смотрите, например, если у вас есть какой-то угол, да, смотрите, внешний, ну, внутренний угол у вас стоит, и вы в этот внутренний угол решили поставить шкаф, если он у вас развернутый, когда вы поставите сюда шкаф какой-то, да, у вас вот здесь вот появится расстояние, там, сантиметр-два, появится щель. Если у вас острый, еще более-менее вы как-то можете сделать, но какая бывает ситуация, когда острые углы? Значит, приходит замерщик, или вы сами решили себе выбрать шкаф, замерили расстояние, вот у вас какая-то ниша здесь, да, например, есть, да, вы замерили расстояние внутри, у вас вышло 1800, но шкафта у нас глубиной в среднем 60 см, вы не замерили расстояние вот здесь вот. У вас нет прямого угла, здесь у вас расстояние 1800, а здесь у вас расстояние, там, 1815, а, наоборот, вернее, у нас острые углы, у нас острые углы, да, то есть они у нас не 90 градусов, а там 88, и вот здесь у вас расстояние будет не 1815 на расширение, да, у вас здесь будет, наоборот, расширение, расстояние будет 1790, не знаю, там, 90, на сантиметр меньше. Вы заказали шкаф 1800, приходите, и он у вас сюда не встает, у вас не было прямых углов, вы замерили там, будет куча на кладок, поэтому в современном ремонте, повторюсь, только штукатурка по маякам, где все стены параллельны, либо перпендикулярны все углы, 90 градусов. Надеюсь, мои доводы для вас были достаточны, чтобы убедиться в том, что надо делать штукатурку только по 90 градусов. Надеюсь, я заслужил от вас царский лайк, напишите комментарий, про какие темы вы бы еще хотели, чтобы я снял небольшой мастер-класс и рассказал вам о каких-то вещах подробно. Всем добра, до новых встреч, пока!